Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Куча сообщений про Анастасию Заворотнюку. Очень многие до сих пор переживают за ее здоровье. И давно не было ничего о ней слышно. У нее был день рождения, 53 года. И люди обратили внимание на то, что всегда дочь делала какую-то публикацию за все это время в этот день. И впервые, 3 апреля у нее был, и впервые за все время публикации не было ни у кого из близких. В том числе дочь не делала никакой публикации, публично поздравляя маму. Многих это натолкнуло на мысль, что, собственно говоря, возможно, все-таки ее уже нет в живых. Но эти слухи ходят уже долгое, вы знаете, время. Кто-то даже уверен, что это уже действительно давно случилось, и нет смысла ничего обсуждать. Вы знаете, друзья, мне кажется, что здесь опять-таки логику нужно включить. Кто-то рассуждает таким образом. Если она находится в некой, как пишут, комсомолка в частности, вот я статью открыл, медикаментозной коме после огромного количества химиотерапий, и дочь понимает, что она все равно не прочтет, тогда кому писать? Вы знаете, я думаю, что дочь, поздравляя, допустим, в прошлом, в позапрошлом году, тоже не рассчитывала, что Анастасия Заворотнюк, болеющая, и шестой год борющаяся с агрессивной формой рака глиобластомой головного мозга, сможет выйти в запрещенную грамму, почитать ее поздравление. Правда ведь? Я думаю, она это делала для себя, для людей, поздравляя маму. Я так это понимаю, когда человека не поздравляют с днем рождения, публично, публичного человека, ну вот некоторые считают, что когда есть день смерти, тогда и не поздравляют с днем рождения. Не знаю, я не могу утверждать ничего, потому что никаких новостей об этом нет, мы можем только говорить или, 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 но тем не менее никаких поздравлений публичных не было вообще ни от кого, никто не написал, там, с днем рождения, или сегодня день рождения у моей мамы, или сегодня день рождения у нашей коллеги, или еще что-то подобное, сил, борьбы, там, или еще чего-то, никто ничего не пожелал. Абсолютно, полная тишина, как будто человека нет. Ну, решать, видимо, только нам, что происходит. Что бы ни происходило, я думаю, что если человек борется, то стоит пожелать выздоровления и сил, ну, а если что-то скрывается, я думаю, что скрывается, потому что люди так решили, это их частная жизнь, хотя я всегда считал, что публичный человек все-таки несет какую-то ответственность перед теми людьми, благодаря которым он стал популярным, и, ну, например, как Валентин Юдашкин, для меня это был эталон того, как человек рассказывал о своей болезни, делился до самого последнего момента. Ну, не у всех так, поэтому здесь уж указывать точно никто никому не имеет никакого права, но, тем не менее, вот такое наблюдение было сделано, мне даже несколько сообщений пришло, и в личные сообщения по этому поводу. Ну, что здесь скажешь? Ну, я еще раз говорю, либо она борется, либо ее просто уже нет, они молчат, вот и все, поэтому и поздравлять никого. Либо просто уже, скажем так, она понимает, что, ну, не знаю, ну, что ты еще скажешь? Какие у вас мысли, друзья? Что думаете на сей счет? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменных предпринимателей, там есть достаточно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Круглосуточно все самое интересное, все сети в одном месте. Политика и не только политика, с моими комментариями. Много тем, которые здесь нельзя трагить в силу специфики площадки. Понимаете, о чем я говорю? Мы рассматриваем там, поэтому думаю, вам будет интересно. То есть, это полноценный тоже канал, который, собственно говоря, вы можете подписаться и участвовать в обсуждении многих тем, ставить свои реакции, читать много чего интересного. Причем круглосуточно. Друзья, обязательно подпишитесь, встретимся в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.